Здравствуйте! Вы смотрите информационную передачу «Всё всерьёз». В эфире я, Пётр Кислицын, и мы начинаем. Сегодня в выпуске. 1 сентября на факультете сервиса и рекламы. Встреча студентов с представителями московской компании АЛП Групп. Летние стажировки студентов за границей. Очередная порция полезных советов от наших студентов. Итоги летних школ научно-учебного центра «Сарма». Месяц учёбы уже позади, вставать по утрам стало значительно проще, пары становятся увлекательнее, а интересных событий на факультете проводится так много, что сложно уследить за всеми. Прямо сейчас мы расскажем вам о самых важных событиях первого месяца осени. 3 сентября на факультете сервиса и рекламы Иркутского государственного университета состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. По традиции к первокурсникам и студентам обратилась декан факультета Вера Константиновна Корноухова. Она дала установку на успешный учебный год и поздравила всех с Днём Знаний. В этом году на наш факультет поступили 234 первокурсника. Я поступил на управление персоналом, потому что на данный момент это очень востребованная профессия, и я уверен, что после окончания учёбы я найду себе высокоплачивую работу. Также в этот день первокурсники познакомились со своими преподавателями, работниками деканата, председателем правбюро и однокурсниками. 1 сентября первокурсники факультета сервиса и рекламы приняли участие в традиционном мероприятии «Здравствуй, университет!». Впервые оно прошло на открытой городской площадке около памятника Александру Третьему. В свой первый официальный студенческий день их поздравил глава университета, академик РАН Игорь Бычков, а также мэр города Иркутска Дмитрий Берников и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 27 сентября – важная дата для нашего факультета. Студенты и преподаватели направлений туризм и гостиничное дело отпраздновали свой профессиональный праздник – Всемирный день туризма. С 20 по 28 сентября на нашем факультете состоялась неделя туризма, приуроченная к празднику. В течение недели состоялось множество мероприятий, среди которых семинар инновации и бизнес-моделей в туризме, конкурс научно-исследовательских работ «Современные инновационные технологии в музейном и экскурсионном деле», конкурс авторских экскурсий по Байкальскому региону, конкурс научно-исследовательских работ «Туристско-рекреационные ресурсы территории и их оценка», конкурс докладов «Современные приемы самомаркетинга в сфере туризма» и дискуссия «Устойчивое развитие туризма и экотуризма на территории Байкальского региона». Кроме того, мероприятие включило в себя участие в работе Байкальского международного экологического водного форума, в рамках которого был организован конкурс образовательных и просветительских проектов. Работы наших преподавателей Екатерины Борисовны Говорухиной, Натальи Сергеевны Панкеевой, Любови Федоровны Матвеевой в соавторстве с выпускником факультета Климом Савченковым вошли в двадцатку лучших проектов России. На лыжной базе Иркутского государственного университета прошел первый этап битвы специальностей, приуроченной ко дню здоровья. Каждое направление выставило команду из шести человек. Команды приняли участие в пяти этапах. Эстафета болота, испытания паутинка, переправа, станция рыбалка и викторина здоровый образ жизни. На всех этапах ребята продемонстрировали слаженность действий, показали сильный командный дух, смекалку и настойчивость при выполнении заданий. По окончании этапа студенты взбодрились чаем со сладостями. По итогам соревнований первое место заняла команда направления прикладная информатика, второе место – сервис и третье место – реклама и связи с общественностью. Сотрудничество факультета сервиса и рекламы с крупными региональными, национальными и международными компаниями дает нашим студентам безграничные возможности самореализации и успешного будущего. А встреча студентов с одним из таких партнеров смотрите в следующем сюжете. 11 сентября научная библиотека имени Распутина стала площадкой для презентации стажерских программ московской компании «АЛП Групп». Ольга Лукина, менеджер по обучению персонала, встретилась со студентами факультета, чтобы познакомить их с компанией и рассказать о возможном сотрудничестве. Компания «АЛП» начала эту работу с этого года. Первая группа у нас была набрана в апреле. Мы год готовились, в принципе, к этой программе, разрабатывали, изучали, смотрели на все вузы страны и решили начать с Сибири. Так студенты узнали, что «АЛП Групп» — это успешная IT-компания, которая на протяжении 22 лет занимается внедрением новейших информационных технологий в работу российских и зарубежных фирм. С этого года «АЛП Групп» набирает стажеров среди студентов IT-направлений на курс «Разработка 1С», а также приглашает студентов всех направлений на курс тестирования. Мы как работодатели, мы заинтересованы в молодых, перспективных ребятах, в которых мы готовы вкладываться и морально, и материально, и хотим вырастить молодое поколение, которое будет работать на результат. Многие студенты нашего факультета заинтересовались предложением и уже подключились к дистанционному обучению. По окончании стажировки ребята получат дипломы специалистов 1С и продолжат работу в компании, создавая проекты для партнеров «АЛП Групп», «Газпром», «РЖД», «Почта России» и других крупных организаций. Учебный процесс на нашем факультете не останавливается даже во время летних каникул. Познать все секреты делового общения, стать предпринимателем, написать бизнес-проект на английском языке или создать свою личную кинокомпанию и снять свой первый фильм. Каждый из наших студентов нашел в научно-учебном центре Сарма то, что интересно именно ему. Но что делать, если ты не студент факультета сервиса и рекламы, а учишься в немецком университете? Ответ простой. Ехать в Сарму на летнюю школу экологии и охраны природы, организованную кафедрой туризма для немецких студентов. А все подробности с летних школ вы увидите прямо сейчас. С 5 по 11 июля в научно-учебном центре Сарма впервые состоялась школа английского языка Business English. Участниками стали не только студенты факультета сервиса и рекламы, но и ребята с химического факультета ИГУ. Из российских студентов ребята превратились в иностранных предпринимателей, разработали свои собственные бизнес-проекты и представили их перед своими коллегами. Особенностью школы стало то, что все образовательные лекции и обсуждения между собой проходили исключительно на английском языке. Это позволило ребятам полностью погрузиться в англоязычную среду и преодолеть языковые барьеры. Не обошлось и без интересных экскурсий. Хоть свободного времени было мало, ребята гуляли по бухтам Байкала и особенно отметили поход вглубь Сарминского ущелья. С 3 по 20 августа на базе Сармы состоялась летняя школа экологии и охраны природы на Байкале. Эта школа была проведена в рамках финансирования немецкой службы ТАА. Основной целью участников школы являлось обучение и знакомство немецких студентов с Байкалом, экологическими проблемами и способами охраны природы озера. Кроме того, перед участниками стояла задача выполнить проектное задание от кафедры туризма. Созданные проекты оценивала жюри, в составе которого присутствовали представители кафедры туризма нашего факультета Говорухина Екатерина Борисовна, Панкеева Наталья Сергеевна, а также ботаники и представители общественных организаций Иркутска. Следом за школой для немецких студентов стартовала летняя школа компьютерных и коммуникационных технологий Байкал в цифровое отражение и видеопроизводство. Организаторами выступили Иркутский государственный университет, факультет сервиса и рекламы ИГУ, кинокомпания LifeCam Production и IT-компания Movavi из города Новосибирск. В этом году в работе школы приняли участие 42 человека, сформировав 7 команд кинокомпаний. Перед участниками стояла задача за 6 дней создать лонгрид на выбранную тему, который должен был быть наполнен качественным видео и аудиоконтентом. Для этого преподаватели практики провели лекции и практические занятия по написанию сценариев, съемке и монтажу видео. В конце школы ребята представили 7 лонгридов, которые оценивали эксперты из Новосибирска. Антон Саламахин, генеральный продюсер и директор компании LifeCam, Константин Степанчук, арт-директор LifeCam и Анастасия Амельченко, амбассадор YouTube. Победителем стала команда СКМ. Фрагменты из фильмов команд представлены в этом сюжете, а ссылки на все лонгриды вы найдете на сайте факультета в новостях о школе. Пройти стажировку в жаркой Испании или солнечной Болгарии, получить неоценимый опыт работы в сфере своего обучения и при этом отлично провести время, наши студенты знают об этом как никто другой и готовы поделиться с вами своими впечатлениями. Всем привет, Ксир, меня зовут Эрихов Роман, я студент четвертого курса направления рекламы и связи с общественностью, и я вещаю из Испании, из города Калея, где я нахожусь уже 4 месяца, и я прохожу здесь стажировку в 4-х зодочном отеле Summer, который находится прямо напротив меня. Я работаю в ресторане и в баре в зависимости от дня недели, так что если кто-то рассматривает вариант стажировки в Испании в следующем году, то я бы порекомендовал, неважно на какой специальности вы учитесь, просто это отличный вариант провести свое лето в теплой стране, заработать немного денег, познакомиться с культурой и просто найти новых друзей, завести новые знакомства, научиться работать с людьми и жить в другой стране. В Болгарии я начала изучать болгарский язык, понимаю, что мне говорят люди, не всегда могу ответить, но стараюсь, практикую, меня поправляют, мне очень-то нравится, что мне все помогают. В основном работала в первую смену, то есть с 7 утра до 3 дня. После мы с ребятами всегда куда-то ходили развлекаться, гулять. Также мы часто ездим в барню с ребятами, это шоппинг, это разные встречи на каучсерфинге с иностранцами, с болгарами, все могут показать город. Не забывайте, что любой студент нашего факультета может пройти летнюю стажировку в Испании и Болгарии или провести целый семестр, обучаясь в университете имени Адама Мицкевича в Польше. Выбор за вами. Как не поддаться осенних Андреев, перестать прокрастинировать и начать что-то делать? Наши студенты уже знают ответы и поделятся ими с вами в нашей постоянной рубрике «Лайфхак». Чтобы перестать прокрастинировать, нужно, во-первых, выйти из своей зоны комфорта, начать себя чем-то мотивировать, найти эту мотивацию и, конечно же, давать небольшой себе отдых, чтобы дальше не уйти в прокрастинацию. Для начала надо уметь планировать свой день, расставлять приоритеты, также уметь самовоспитывать себя, заставлять что-то делать. Ну и также можно начать с работы, которая тебе интересна и нравится, и постепенно у тебя будет появляться интерес к работе, и ты сможешь сделать то, что тебе необходимо. Я думаю, что нужно поставить себе правильную цель, правильно расставить приоритеты и идти к этой цели. Меня мотивирует работать стипендия, которую я могу получить, если я не буду лениться, а также навыки, которые мне пригодятся для будущей профессии и будущей работы. Найти себе такого же лентяя, а потом вместе приносить пользу факультету. Нужно поставить ясную цель. У меня это занять место гендиректора компании Apple. На этом наша передача подходит к завершению. Не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях, следите за новостями и увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok